Доктор Медицинской академии 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 И с тем нужно понимать, что Академия – это не только клиническое или учебное учреждение. Это в первую очередь учебное заведение. И для нас клиническая работа является своеобразным учебным посудом для наших воспитанников. Потому что издревле у нас был принцип воспитания врача в постели больного. То есть без общения с больными, естественно, учить нельзя. Но вместе с тем надо понимать, что мы берем не тех больных, которые нам выгоднее в экономическом отношении, а тех больных, которые им нужны для того, чтобы обучить людей врачеванию. То есть определенный подбор больных осуществляется. Что сделать при самых шикарных помещениях в Горской будет очень сложно, если не сказать невозможно. Что же касается амбулаторной помощи. Я хочу заметить, что Академия ежегодно оказывает амбулаторную помощь более 40 тысячам ленинградцев и петербуржцев. И вот этот вообще вряд ли удастся организовать вроде как и близко. В нем система достаточно далеко. Одно дело человек приехал в метро, вышел из метро и тут же оказывается в амбулатории, поликлинике, в Амблицинской Академии. Куда, кстати, приписано очень много поставников. И их пытаются направить в городские учреждения, а там их не больно-то и хотят. Тем более, что не хватает в этом звене сейчас врачей. Голикова сказал, что 200 тысяч врачей не хватает. По поводу потребностей у этих врачей есть какая-то... Потребность огромная, тем более, что вот как мы и не воюем, и вместе с тем у нас все время происходят всякие проблемы. И когда говорят, а почему не могут там, допустим, врачи, окончившие гражданский вуз, выполнять эту миссию, я должен сказать, что, во-первых, у нас учебный процесс, учебный план наш, на 2,5 тысячи часов больше, чем в гражданских учреждениях. Именно за счет того, что приобретается экстремальная медицина. И это уже показано и неоднократно, что оказание помощи на поле боевых порядков, это совсем не одно и то же, что в клинических условиях. Когда раненые, вот Александр Алексеевич на себе это все испытал, находят в состоянии стресса, когда они доставляются, приохлажденные, там, то есть такие комплексные травмы. И именно только опыт военно-полевых хирургов, который несравненно, конечно, несравненно выше у нас, чем в других местах, действительно может помочь этим людям. То есть говорить о том, что гражданский ВОЗ может, скажем, соперничать в этом отношении, это совершенно утопия, я больше скажу. С нас берут пример на западе. Когда я в 89-м году был в Соединенных Штатах Америки, то мне прямо сказали, вот мы раньше готовили университет, и потом, значит, брали на военную службу. И мы убедились, что они гораздо хуже это делают, чем вот ваши воспитатели. И поэтому мы в 72-м году, сенатор Эдвард Хабберт от штата Луизиана, выступил в Сенате с предложением создать ВОЗ, подобный военно-медицинской академии. И в 76-м году такой ВОЗ был организован. Сейчас называется Университет медицинских знаний. А раньше назывался школой. Так вот, они все сделали так, как у нас. И они этого не скрывали при встрече в 89-м году. Сколько военных академий было в Китае? В Китае 4 было военно-медицинских академий, и сейчас осталось 3. Всего 3? Да, ну конечно. И если говорить о количестве, о потребности во врачах, то, по моим данным, 80 тысяч медицинских работников служат в армии Соединенных Штатов Америки. У нас на пике, как говорится, противостояния в свое время было 36 тысяч офицеров медицинской службы. Сейчас, вот по разным данным, от 2 до 4 тысяч. Такое впечатление, что сейчас пока 4, но ведут к 2. Николай Федорович, скажите, пожалуйста, про материальную базу академии. Что мы можем потерять в связи с перелетом? Ну, что такое ВУЗ? ВУЗ – это, конечно, в первую очередь школы, которые здесь работали на протяжении, допустим, в академии более 200 лет. Это, конечно, здание, и это начинка. И вот, если говорить о учебно-материальной базе, начинке того, что есть в БМЗУК академии, то, безусловно, наряду с крупнейшими учеными, с мировыми людьми, уникальными зданиями, конечно, содержание тех объектов, которые используются для учебного процесса, они совершенно уникальны. Академия, две трети своей, по сути дела, две трети истории в истории города – это история и академия тоже, совместная история. И многое из того, что сейчас хранится в академии, складывалось вместе с городом. Исторические коллекции, такие как анатомические, крупнейшие вместе с культкамерами, хирургические коллекции, питали город и многие вузы. То есть академия была донором, часто, и историческим ликвом, не только школ и учеников. В городе очень часто какие-то периоды, допустим, управления, было целиком, ну, практически, или ключевые посты занимали выпускники военно-исследовательской академии. И до сих пор ведущие вузы, да, практически научно-исследовательские институты так или иначе завязаны с нашими школами, с нашими выпускниками. Но я хочу вам сказать, что в базе. Невозможно себе представить, чтобы крупнейшие музеи оказались на болоте, даже, может быть, в хороших современных зданий, у нас есть одно из зданий, которое, ну, является, как бы, примером того, что будет через несколько лет, то, что нам обещают. Это учебно-лабораторный корпус, который все знают этого, уродца, похожего на гостиницу в Санкт-Петербург. Вот в это здание гостиничного типа, с темными коридорами и массой комнат налево-направо, поместили пять кафедр. Вы знаете, не в обиду будет сказано этим коллективам, которые тоже переживают много проблем, и которые находятся в 30 метрах от выхода метро в Лоткинске. Это Александр Федорович Никитин звонил. Значит, на этой кафедре... Заведующий кафедрой биологии, доктор медицинских наук, профессор. Его тоже волнует, конечно, судьба и академии, и кафедральных музеев. Например, на этой кафедре хранятся крупнейшая коллекция бабочек, собранная профессором Холодковским. На этой кафедре было много экспонатов, которые стали экспонатами зоологического музея. С кафедрой анатомии, которая имеет уникальный музей, где хранятся коллекции Рюиша, Рибелькюна, Кругшенко, знаменитые анатомы европейские, часть экспонатов переходила кунсткамеру. Даже та знаменитая голова Шамиля, Хаджимурата, она перекочевала из академии в его город, в кунсткамеру. И вот я иногда беру эти мазки, из истории обмена этими уникальными коллекциями, я не могу себе представить, что это возможно в новых условиях. И так вернемся к учебно-лабораторному корпусу. В этом корпусе, когда я захожу, я путаю этажи и кафедры, отличаются только номерами этажей. Это все стереотипное совершенно образование. Я их вижу, эти кафедры в зачетке, на разных страницах, когда ставлю инсуационную оценку, что есть такие кафедры. Лицо академии, конечно, не эти кафедры, я говорю, не в обиду, вот сказано тем коллективам, которые трудятся на этих кафедрах. Это военно-полевая хирургия, госпитальная хирургия, военно-морская терапия в 49-м городке, Абуховская больница, набережная, на которой находятся кафедры, клиника ЛОР и многие другие. Это уникальные здания, которые приспособлены были сугубо для преподавания той или другой учебной дисциплины. Они приспособлены, а строились сам. Строились даже, разрабатывались, их идеология. И вот как бы у нас есть пример разных, в том числе и современного подхода. Я думаю, что если он будет умножен для всего, то, безусловно, да еще перенесен за пределы города, Академия просто не будет. Это уже не Академия. Это будет не Академия, это будет гостиничный комплекс. Александр, скажите, по-моему, про выпускников Академии, которые они будут защищать аргуматор? Ну, с выпускниками ВМА различных годов я поддерживаю отношения через сеть интернет, в отличные социальные сети. И когда недавно появилась информация о том, что вопрос о переносе ВМА практически решен, я разместил эту информацию у себя на странице. И вот регулярно, почти ежедневно получаю звонки от различных людей, которые имеют отношение к кратным годам выпуска, выпускники со своих однокурсников. Они готовы любыми средствами, способами поддержать Академию и выражают мне заверения о том, что это количество исчерпляется сотнями. Лена Георгиевна, скажите, пожалуйста, по юридическим составляющим, какие у нас есть козыри, либо рычаги, чтобы мы могли облачить Академию, и по поводу общественных составляющих? Ну, не все юридические козыри мы будем не сказать. Ну, не все юридические козыри мы будем не сказать. Изменениями указ был подписан президентом Ельциным в 30 ноября 1992 года в Москву, в Крымле. Этот указ непосредственно защищает военно-медицинскую академию. Вот есть еще один очень интересный документ. Это указ президента Российской Федерации о включении военно-медицинской академии в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Подписан президентом Ельциным 17 декабря 1998 года в Москве, в Крымле. Документ, в котором конкретно военно-медицинская академия признается уникальным объектом, особо ценным объектом, представляющим культурное наследие народов Российской Федерации. Есть еще один документ. Я называю только несколько документов. Это постановление правительства Российской Федерации, которым утвержден перечень объектов исторического и культурного наследия федерального и общероссийского значения, находящихся в Санкт-Петербурге. Последние изменения 2008 года. Сам документ утвержден 10 июля 2001 года. Это документ, которым вот такая ступочка. Здесь первая страничка и последняя. Все остальное это перечень тех зданий военно-медицинской академии, тех кафедр, которые являются уникальными и входят в этот перечень объектов исторического и культурного значения, наследия народов Российской Федерации. Кроме того, есть еще один очень интересный документ. Называется он объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, исторический центр Санкт-Петербурга, с группой прилегающих памятников. Военно-медицинская академия является составной частью этого объекта. Всемирного наследия ЮНЕСКО представляет уникальную со всех точек зрения структуру, входящую в этот объект. И признана в мире достоянием человечества, не просто исторический центр Санкт-Петербурга, но и военно-медицинская академия, как составная часть. Есть еще ряд международных конвенций, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией, на основании которых мы можем ставить вопрос перед мировым сообществом об уничтожении, при переводе, тех ценностей, которые являются достоянием человечества, и о сохранности которых Российская Федерация подписала и ратифицировала международные документы. То есть нарушение, перевод военно-медицинской академии является нарушением обязательств Российской Федерации перед мировым сообществом. Отвечает за это непосредственно президент. Шестая сессия ЮНЕСКО будет проходить в нашем городе. У нас есть предварительные договоренности о том, что в случае необходимости мы можем озвучить проблемы военно-медицинской академии на заседании ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге. В любом случае у нас есть вопросы к УНЕСКО, есть вопросы к руководству нашего города и страной в связи с нарушениями международных обязательств по охране Санкт-Петербурга. Эти вопросы будут проговорены. Что касается таких моментов, которые относятся к правилам землепользования и заслойке и генерального плана Санкт-Петербурга, двух законов, которые вот этот переезд непосредственно нарушают. Потому что по ним плану та территория, куда назначается переезд военно-медицинской академии, не зонирована под назначение функции исполняемых академий ни под медицинские, ни под учебные, ни под культурные и научные. Там совершенно другое зонирование. В городе есть группы общественников, общественных организаций, инициативные группы, которые готовы защищать военно-медицинскую академию. Какое должно быть самое оптимальное решение, с Вашей точки зрения, для военно-медицинской академии? Оптимальное решение следующее оставить на прежнем месте. Если говорить об общежитии, оно сейчас у нас обрешало, то та гостиница, которая сейчас строится рядом с анатомическим корпусом, кстати, строит это округ военный, вот это сделать общежитие у слушателей. А на месте общежития, которое все считают, что его нужно разрушить, гаража, выстроить хороший клинический корпус многоэтажный, вот тот, который они хотят делать, именно в клиническом отношении только, без общежития и так далее, вот здесь поставить этот клинический корпус на самом современном уровне. Вот оптимальное решение для академии. Вы еще говорили, что Вы сделали президентскую академию и готовили специалисты. Да, нам иногда в укор говорят, что все меньше и меньше мы готовим врачей для армии, потому что наша армия сокращается, потому что мы не воюем и так далее. Мало того, мы люди военные, нам надо быть всегда, что называется, во всеоружии начеку. А кроме того, для того, чтобы эту ситуацию несколько исправить, может лучше, чтобы инвестиционная академия была президентской, как раньше была императорской, и готовила врачей для всех силовых ведомств, в которых потребность огромная. Вот как нам представляется выход из сегодняшнего положения.